В МЧП в Чертановском суде Москвы, начальник управления автотранспорта в СИН Виктор Сверидов, которого в суде за вымогательство выстрелил в себя из наградного пистолета Макарова, выстрел мужчина совершил после того, как услышал приговор, 3 года колонии строгого режима. По материалам следствия, Сверидов вымогал 10 миллионов рублей у зам главы в СИН Александра Сапожникова, с должности, тот уволился более 5 лет назад, до суда находился под подпиской о невыезде. Уточняется, что у Сверидова был рак 4 стадии, это смягчающее обстоятельство, не было принятого внимания, остается неясным, как Виктор Сверидов пронес оружие в зал суда, пройдя через рамки металлодетектора. Во время сегодняшнего инцидента в Чертановском суде присутствовал корреспондент РБК Маргарита Алюхина. Виктор Семенович не был под стражей до момента приговора, суд остановил взять его под стражу в зале суда, и в тот момент, когда в зал суда вошли двое полицейских, чтобы взять его под стражу, он взял пистолет и выстрелил себе в область сердца. Через несколько минут в здание приехала скорая, она подтвердила его смерть, и сейчас в зале работают следователи Следственного комитета. Виктору изменялось вмогательство у его бывшего начальника Александра Яковлевича Сапожникова за нераспространение компромата, и мы общались с ним где-то полтора месяца назад, в декабре прошлого года. Нигде я не могу сказать, что это был неуравновешенный человек, совсем нет, и это был вполне оптимистичный, полный силы, бодрый человек, несмотря на то, что ему было 70 лет, у него диагностировали неизлечимое онкологическое заболевание, и прогноз врачей в отношении его был не очень хороший. Он категорически не признавал вину, он все-таки пытался доказать свою невиновность. Корреспондент РБК Маргарита Алехина. Ключевой уликой в деле Сверидова была запись разговора, на которой тот якобы вымогает деньги. Она была сделана в 2019 году в ресторане торгового центра Global City. Именно там якобы происходил разговор. При этом судья отказался проводить экспертизу этой записи. Сам Виктор Сверидов до последнего настаивал на невиновности. Мы поговорили с его адвокатом Григорием Иванищевым. Подзащитный скончался в зале судебного заседания. Выстрел себе в грудь, поскольку, как я полагаю, мне вынес такого сурового приговора. По поводу того, что суд отказался проводить фонографическую экспертизу, вот та аудиозаписи, где якобы вымогает деньги. Суд посчитал, что данная запись является доказательством по делу. И не стал слушать сторону защиты об исключении числа доказательств именно конкретных улик, которые следствие посчитало достаточным для выдвижения обвинения. А у вас по линии защиты это считалось ключевой уликой, вот эта фотографическая экспертиза? По сути, да. Что касается болезней? Он страдал нежлеченными заболеваниями, рак четвертой степени, с метастазами. Насколько это в том числе влияло на его состояние? Он адекватно воспринимал все, он прекрасно понимал и отдал отчет своим действиям, что он долго с этой болезнью не проживет. Он себе отпускал где-то год-полтора. То есть действительно срок в три года? Для него был смертельным. При том отношении, соответственно, снабжением медикаментами и тем отношением непосредственно в исправительной колонии, которым его определили строгого режима, я думаю, что этот срок сократился бы очень серьезно. Ну, имеется в виду жизненный. Адвокат Сверидова Григорий Иванищев. Сейчас следователь восстанавливает весь путь погибшего в суде. Проводится проверка, как Сверидова смог пронести в зал Чертановского суда оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как пишет телеграм-канал Базы, при личном обыске на входе у Сверидова нашли только фляжку с алкоголем. При этом рамка металлодетектора не сработала. Виктору Сверидову было 70 лет. Он имел госнаграду за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Занимал пост начальника автобазы Федеральной службы исполнения наказания, а также ряд хозяйственных постов в МВД. Как пишет МК, в последнее время Сверидов был директором ГСК Южной.